Игра получилась в первую очередь тяжелая, честно говоря, счет 1-1, с одной стороны он закономерный, потому что и мы могли забить в первом тайме, и команда соперников, то есть такая, как назовем, качельная игра получилась, что в одну сторону, что в другую. Я думаю, 1-1 это закономерный результат, по удалению, конечно, большие вопросы у нас и по назначению пенальти, а так, парни бились до конца, опять же, у нас резерва нет, ресурсов не хватает, кем-то усилить, как-нибудь перестроиться, но внестером парни задержались, даже могли забить в конце, так что я думаю, 1-1 это такой закономерный результат. Ну, в футбол поиграли, были случаи, что было в прошлом серии, на счет конца? Были, но у него в таких непонятных, честно говоря, откровенных ситуациях, когда команда просит этот одиннадцатиметровый и в наглую именно вот такой пенальти назначают. Ну, сейчас разберемся, посмотрим видео, и конкретно будем говорить, что удаление было или нет. В десятером. Двадцать пять минут, да, мы сыграли. Двадцать пять минут, да, мы сыграли. Двадцать пять минут, да, мы сыграли. Было очень тяжело. Ну, глобальных прям перестроения не сделали, просто опустили одного нападающего в центр полузащиты, и так играли в свой футбол. Но, опять же, если смотреть, я же говорю, моменты, даже после удаления у нас были моменты неплохие, где мы могли на контратаке поймать, так сказать, соперника. А так, я думаю, игра получилась бай-бай, но, опять же, команда Логовас борется за выживание, играет дома, эти три очка, они были им необходимы. Мы дали бой, в принципе, мы смотрим на молодых ребят, которые сейчас у нас доигрывают этот чемпионат. Огромное спасибо им за то, что они поддерживают вот такие нагрузки. А своих парнях могу только поздравить, поблагодарить за хорошую. Спасибо. 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 Спасибо.